Всем привет! Мы снова находимся в Строгино на территории футбольного комплекса «Янтарь». И чем примечательна сегодняшняя площадка? Я вам пока еще ее не показал, сейчас покажу. Она примечательна тем, что она состоит из... раз, два, три, четыре... Из четырех разных площадок, то есть в одном месте. Вместо того, чтобы сделать на такой большой площади какой-то комплекс классный, действительно интересный, единый, взяли и понатыкали площадки совершенно разные от разных производителей, которые вообще не списываются, не сочетаются. И, господи, зачем? Зачем так делать? Ладно, показываю. Итак, начинаем мы с площадочки на хомутах. Воу-воу-воу-воу! Кто-то из наших здесь уже был. Ну, это стандартный, собственно, рукоходик. Я вижу, что это подделка. Низкосортная подделка. Ну, я вижу это вот по вот этому. Господи, матерь божья, кто ж... Кто ж так... Я не знаю, видно здесь, нет, что они у меня чуть выше колена. А как вам вот эта вот штука? Ёшкин кот! Как? Как можно было вообще так в размерах не попасть? О, господи! Вот здесь даже Ганнибал не знает, что с ней делать. Так, еще одни брусья. Господи ты боже мой! Видимо, для очень-очень-очень широких ребят. Ну, с турниками накосячить сложно. Сложно, поэтому турники как турники. Господи! Я не знаю, кто пилил, кто принимал эту работу. Но это очень плохо, очень плохо. Так, первая часть, вторая часть, погнали! Серая площадка с тренажерами. Это те самые тренажеры, которые бесполезны и разваливаются на глазах. Ну, собственно, мы видим, что они разваливаются на глазах. Это дерево. Блин, я думал оно полностью должно быть из пластика или металла. Так, ну, в общем, вот этот ужас, у которого одна единственная цель – гнить. Ну, пластик, пластик сметелся. Третья часть, третья часть, красная площадка. Ну, уже что-то получше, хотя тоже… Вот. Смотрим. Да, вот так она выглядит. Ну, здесь хотя бы есть железо, может быть, кто-то им пользуется. Вот этим, судя по всему, пользуются. Рукоход. На такой площадке мы тоже тренировались, собственно. На всех таких площадках мы уже тренировались, поэтому я не вижу, что нас останавливается здесь. Мы пойдем на четвертую площадку под навесом. Мы на таких площадках еще не тренировались. И поэтому хорошо, хорошо будет на них потренироваться. Господи. Что за ужасный днищинский просто пиар кроссфита. Кстати, девочка из воркаута. Ну, потому что в кроссфите нет таких девочек. Поэтому они публикуют фотки из воркаута. Очень жаль. Итак, топ-топ-топ. Двигаемся дальше. Сегодня относительно неплохая погода. Поэтому я как-то даже забыл свой шарф. Сейчас я пойму, что это было большой ошибкой. Потому что здесь, опять же, река, ветер фигачит. И вот оно. Вот, собственно, оно, куда мы сегодня идем. И мы сегодня будем тренироваться. Даже два. Два комплекса под навесом. Одинаковые? Да, одинаковые. Почти одинаковые. В чем прелесть этих комплексов? Во-первых, естественно, навес. Да? Он защищает вас от снега. Он защищает вас от дождя. Если у таких площадок делать еще одну из стенок, то еще и от ветра можно защищать. Или три стенки. Я не знаю. Круто. Во-вторых, ну, вот это вот сделано основательно. Основательно и хорошо. Турничок здесь, опять же. Турничок с турничком. Брусья. Пресс. В общем, вот здесь есть все, что нужно для полноценной тренировки. Небольшой, чтобы никто тебя не отвлекал. Никакие дети здесь не тусуются. Здесь им не интересно. И рука ходит длинная, опять же. Опять же, очень хорошо. Очень хорошо. Несмотря на то, что... Есть недостатки у таких площадок. То есть, вот эти вот все тренажеры непонятные, которые, ну... Давайте будем честными, они бестолковые. Может, было гораздо лучше разместить площадку с турниками, брусьями под навесом. Тем не менее, могло быть и хуже. То есть, мы видели. Мы видели. Могло быть и хуже. Давайте порадуемся, что хотя бы так. Сегодня я буду тренироваться здесь. Мне здесь нравится. Я постараюсь сделать тренировку быстро, потому что я не ожидал, что здесь будет ветер. И я не подготовился к этому. Такие дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Когда я вылез из кокона, кем-то бережно свитого в ДНК. Было правило, лети или будешь убитым. И я летел, не минуты покоя, борьба за выживание, естественный отпор и все такое. По ночам кошмары меня будили. Я не умел летать, а только ползал, обьедая листья крапивы. Красивы мои крылья. Их окрас очень удачно мимикрировал под пару злых змеиных глаз. Однажды я услышал философию стрекоз. Они кричали в жизни главное метаморфоз. Опять новое слово, открывай словарь и до конца куплета. Его лучше не закрывай. Движение, жизнь которой нет конца. Когда умирает гусеница, бабочка рождается. Природа гармонична, ничего не надо менять. Кто-то рожден ползать, кто-то летать. Я не вершина эволюции, но и не моль. Конечно, я пока один, но я уже не ноль. Насекомые мечтают об одном. Человек избав планету от себя, она не твой дом. Надеюсь, войны с атомными бомбами помогут получить премию Дарвина Ввиду Сапиенс Хома. Из чистого листа, не тронутый людьми, заселим заново. Прекрасный новый мир, ты мои глаза и душу пленил. И тебя я не покину даже на день. В себя, в себя отдам тебе я. Если понадобится, только скажи. И я моментально погибну ради тебя, в тебя, в тебя. Вот такая вот тренировочка вышла здесь, честно скажу. Она вышла небольшой, но мне очень понравилось. Не знаю, понравилось вот вместе тренироваться здесь. Приятно. Как-то, хотя далеко, конечно, сюда добираться, и от накрыла, и от всего. Но что-то здесь есть. Чем-то мне напомнило олимпийскую деревню. С зданиями там, парапетами, не знаю. Ну, было очень приятно. По мыслям, мыслям. Опять в процессе тренировки мне пришли мысли. Во-первых, хотя у меня и прыгало количество повторений. Ну, на что я хочу обратить ваше внимание. У меня прыгает постоянно количество повторений. То там 10 делаю, то 15, то 20 в отжиманиях, да? Но всегда во всех кругах это было одно и то же. Не было такого, что я сделал в первом круге 20. Потом такой, не, мне очень тяжело. И там дальше 15-10. Нет. Одно из главных правил студневки, что в каждом круге количество повторений в упражнении у вас одинаковое. Если вы не можете увеличить сразу во всех кругах, не увеличивайте. Второй момент. По поводу выпадов. Ну, блин, только сейчас сообразил об этом рассказать, хотя на форуме писали еще несколько дней назад. Суть в чем? У вас движение должно быть только в коленном суставе и в тазобедренном. Короче, вы должны только распрямлять ногу. У вас не должно шатать с коленной стороны в сторону. То есть вот вы поставили ногу, зафиксировали ее, да? И просто сгибаете, разгибаете. Разгибаете, сгибаете. Это убережет вас от травм. Потому что если вас постоянно колбасит, идет повышенная нагрузка на связки коленного сустава и вам это просто не нужно. Не нужно. Вот. Если вы не можете делать полноценные выпады там вперед-назад, то что ноги делают с шагом, но если у вас при этом колбасит, лучше делать его разножки, как я. Это самый-самый базовый, самый безопасный вариант, который одновременно тренирует. Если у него недостаточно нагрузки, уприте заднюю ногу в стену, тогда вся нагрузка уйдет на переднюю, потому что вам не нужно будет балансировать. И вы увидите, что выпады стали намного сложнее, но при этом они остаются безопасными. И второй момент. Глубина опускания. Я просто вчера делал. В общем, не надо, не надо биться коленом ноги, которую вы опускаете, об землю. То есть, понятное дело, что вам хочется опуститься как можно ниже, тогда будет больше амплитуда. Если не опускаете достаточно низко, то вы просто не дорабатываете. Но все равно не надо биться. То есть, в идеале, в идеале найти какие-нибудь две поверхности, два возвышения и становиться на них. И тогда вы сможете опускаться достаточно низко, но ваше колено будет в безопасности. Если такой возможности нет, то просто опускайтесь чуть-чуть, не доводя до пола, не доводя до удара. Вы будете точно так же прорабатывать, может быть, сделать будете на нескольких повторений больше. Но ваши коленные чашечки скажут вам огромное спасибо за это и в конечном итоге будут здоровы. А это наша цель. Правильно? Правильно. Вот, три мысли, которые озвучил за три минуты. Завтра будет новый день. Скорей бы, скорее бы, скорее бы продвинутый блок. Завтра уже все будут тестировать максимумы. Поэтому сегодня многие делают лайтовую тренировку. Я сделал обычную. Я потом еще приду и поделаю грудак и трицепсы, плечи и отжимания в стойке. У меня сегодня такая тренировка полноценная моя. Что? Все, все, потренили. Очень быстро. В этом мне нравятся стойкневки. Она очень быстро дает результаты и требует совсем малого времени. Поэтому до завтра. С вами был Антон Кучун. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И продолжайте, продолжайте движение вперед. Впереди еще много всего интересного. Пока.